Надо бы почаще менять мастерские. И как можно спокойно творить, когда приходится заниматься такими приземленными вещами? Примерно так однажды подумал корпоративный юрист крупной компании дальневосточник Алан Кадзаев и ушел в 3D-анимацию. Путь в новую творческую профессию был нелегким. Пришлось много учиться и отвыкнуть от привычного уровня дохода. Я понимал, что я просяд в доходах очень сильно. Так и получилось. Я просто упал в такой планке, сюда на пол. И это было достаточно долго. Поскольку я был фрилансером, я был в сегменте незащищенности. Этот период незащищенности длился, наверное, около года или чуть больше. Сейчас Алан – технический директор мультсериала «Нейроны», специалист по созданию визуального контента для частных и государственных организаций. В Хабаровском крае постепенно развиваются креативные индустрии. И специалисту с таким опытом есть чем здесь заняться. Алан вернулся на малую родину из Санкт-Петербурга. Допустим, у нас в городе есть на Советской 24 полигон креативных индустрий. Это анимация, это видеопродакшн. В нашем педагогическом университете планируется организовать тоже что-то подобное, площадку для создания визуального контента. На базе того же Петогу и Железнодорожного университета открываются новые направления по обучению, связанным с анимацией. Всероссийский проект «Креативный образовательный десант» сокращенно КОД создан для мультипликаторов, IT-специалистов, архитекторов и других представителей креативных индустрий. В образовательную программу попадают после кастинга. Обучение бесплатное, длится три дня. У нас программа на самом деле поделена на три ключевых трека. Это IT, дизайн и право. Обезопасить себя от юридических рисков, проработать технологичность своего проекта, неважно, чем ты занимаешься. Дизайн – это как раз-таки как упаковать, как сделать так, чтобы визуально он отличался от других проектов, чтобы был выгоден, интересен, яркий. Молодежь наша сейчас очень активна в поисках таких возможностей. Вот что делать, если я хочу, у меня есть идея, что куда податься. И вот как раз такой проект – это большая и уникальная возможность для ребят показать, что вот, у меня есть идея, я хочу реализовываться, помогите мне, скажите, что сделать. Образовательный интенсив идет во многих регионах. После трех дней мозгового штурма участники могут поделиться своими наработками со всей страной на специальном портале – карте креативных проектов России. Анастасия Незнанова, Ольга Власова. Смотри Хабаровск.